К слову, уже есть и пострадавшие от пожаров. Мужчина, который получил ожоги при сжигании травы, сейчас находится в больнице имени Соловьева. Огонь по невспаханным полям распространяется с огромной скоростью, и первыми на его пути становятся добровольные пожарные дружины. Как организована их работа, выяснила Зоя Рыжкова. Когда горит-то всё, конечно, быстро. Ранцевый огнетушитель всегда должен быть заправлен водой и готов к работе. Свою систему тушения горящей травы дружинники из деревни Дуброво-Ростовского района уже отработали. На реальном пожаре. Спереди идёт или сзади человек с метлой, с видником. Если вот здесь горит огонь, то отбиваешь огонь в сторону огня. И выходит, отрезаешь огонь от сухой стерни. Поэтому мы выходим от метла, ранец и ведра для водой. Организовали дружины этой весной. Вооружили ранцами и буквально через несколько дней они уже спасали свою деревню. Охотники собираются здесь и подпаливают вокруг рядом, чтобы гусь там не садился. Садился он именно в это поле. О том, что гуси целыми стаями отдыхают рядом с деревней, местные жители знают. Не секрет это и для охотников. Поля не вспахивают, и птицы здесь чувствуют себя очень комфортно. Так же, как и огонь, который распространяется по сухой траве в считанные секунды. Административная ответственность на граждан может наступить в размере от 2 до 4 тысяч рублей, на юридических лиц от 400 тысяч рублей. В том случае, если пожар намесет серьезный ущерб, может быть возбуждено и уголовное дело. Но людей это не останавливает. И они все равно жгут сухую траву. Только в Ростовском районе этой весной было составлено 15 административных протоколов. Деревню Дуброво спасли вооруженные ранцами дружинники. Пожар остановили в полукилометре от домов. А у нас тут 7 бабушек на деревне. Ну, а в основном только остальные дачники. Мужиков-то игру. Мужиков-то мало. К добровольную пожарную дружину вступили все мужчины деревни. Защищают населенный пункт от огня 6 человек. А всего в Ростовском районе 22 таких добровольных формирования. Мы выискиваем, зная больные точки района, где у нас наиболее количество пожаров происходит. Выходим на органы местного самоуправления с предложением о создании на данном населенном пункте или предприятии добровольного пожарного подразделения. Главная задача таких дружин вовремя сообщить об опасности и продержаться до приезда пожарных. Добровольцы из Дуброва свое первое испытание выдержали достойно. И получили в подарок настоящую форму пожарного. Пока одну на всех. Подошьем. Да, подойдет. Главное, чтобы было. А на кого подогнать? У нас столько здесь в дружине ребят, чтобы мы подберем. Два огнетушителя находятся на одном конце деревни, третий на другом. Именно со стороны поля, скорее всего, и будет наступать огонь. Все жители деревни знают, где хранятся огнетушители. И в любое время могут войти во двор и взять его. Калитка здесь всегда открыта. Все средства пожаротушения находятся в рабочем состоянии. Дружинники за этим следят. А за их сохранность никто не беспокоится. Дело в том, что, понимаете, это украсть, как у себя. Потому что ты забрал, а завтра этот же огнетушитель может спасти твой дом. Зоя Рыжкова, Артем Геворкян, Вести, Ярославль.